Приветствую вас. Собственно говоря, много достаточно вы написали. Понимаю, что вам больно, значит вам тяжело. И мне кажется, что хорошим выходом была бы психотерапия. Хорошим опытом было бы проговорить, выговорить, выплеснуть все обиды, которые у вас есть. Хорошим вариантом было бы все это прожить, потому что сейчас, как мне кажется, прожить это вы не можете. Сейчас у вас это все натыкается на определенную стену. Вот. И это ваш комплекс. Второй момент, то, что, мне кажется, вы себя пытаетесь втикнуть в определенной рамке, которым вы не соответствует. Вот. Что я имею в виду? Ну, во-первых, я имею в виду то, что вашей жене, на мой взгляд, да, мне нравится мужчина домохозяин. Вот. На мой взгляд, мне так кажется. Я, понятно дело, что могу быть не прав, но вот кажется, и вам самому домохозяину быть не нравится. Все у меня нет ощущения, что вы с моей женой на тех местах, на которых вы хотите быть. Еще очень важно, как вы разговариваете. Ну, то есть, наладить формы конструктивного общения очень нужно. Еще важно, как же она относится к этой проблеме и хочет ли она ее решать. Поэтому, тут нужно разбираться в вашем. Проблема, понятное дело, она появилась не сегодня и, соответственно, она у вас достаточно застоявшая. Но все решаем. Регармонизация пары, отношения к паре и, как бы, это было желание. Вот. Как мне кажется, вы не можете жить для себя. Это вот основная проблема. Как мне кажется, вы себя в глубине души обосцениваете и не видите без людей рядом. Да, может быть, у вас это особенность вашего менталитета и ваших семейных ценностей. Но, если вы живете с русской женщиной, то нужно учитывать ее менталитет тоже. Мне кажется, что этого вы, как раз таки, не делаете. Вот. Это неудовлетворенность не связано с женой или, там, с какими-то историями. Хотя это тоже влияет. Это неудовлетворенность, в первую очередь, тем, как вы сами организовали свою собственную жизнь, постоянно пытаясь всем угодить и тем самым обесценивая себя, не чувствуя своих личных границ, которые у вас, конечно же есть. Вот. Такой, мне кажется, ваша проблема. И, соответственно, здесь только психотерапия. Выбирайте экспертом, выбирайте себе специалиста и начинаете последовательно работать. Сначала, конечно, работать с обидами. Это с обидами, с эмоциями и так далее. Это очень важно. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи.